Арбуз – любимая летняя ягода, которая в жаркий день так превосходно утоляет жажду. Вот только ягодка эта совсем не простая. Многие люди так толком и не знают, как выбрать арбуз правильно. Ведь определить его спелость, в отличие от других ягод, крайне сложно. Поэтому покупка арбуза нередко превращается в приобретение лотерейного билета. Повезет, не повезет. Наверняка для любого любителя арбузов самым обидным является тот факт, что приобретя и дотащив до дома 15-килограммовую ягоду, она оказывается не сладкой и не зрелой. Так как же правильно выбрать арбуз? Ну, немножко можно было его обжать, чтобы он похрустел. Потом, чтобы у него хвостик был сухой. Вот самое основное. Я в них не разбираюсь, извините. Ну, обычно подходишь, берешь арбуз, стучишь по нему. Если там он злом внутри есть, я считаю, что он хороший, вкусный, сладкий. Вроде пока никогда не ошибался. Народные признаки в виде сухого хвостика, особого звука при простукивании и насыщенного зеленого цвета срабатывают далеко не всегда. Тем более, что обращать внимание необходимо не только на степень спелости, но и на безопасность товара. Арбуз – вкусный и ценный продукт, который может доставить истинное наслаждение и принести пользу здоровью. Но лишь в том случае, если он выращивался, транспортировался, хранился, продавался и употреблялся правильно. Небольшой мастер-класс. Первые аппетитные полосатые колобки появляются на прилавках супермаркетов еще в июле, хотя арбузный сезон уступает только во второй половине августа – в сентябре. Ранними ягодками трудно не соблазниться. Но чтобы получить от арбуза максимум удовольствия, радости и пользы лучше подождать до конца лета, когда вероятность приобретения плода без нитратного коктейля значительно возрастает. Приобретать арбуз и дыни необходимо только в местах, предназначенных для торговли бахчевыми, магазинах и оборудованных палатках. Такие палатки непременно должны иметь навесной тент, а плоды должны быть разложены на настилах не ниже 15 сантиметров над поверхностью земли, чтобы на товар не попадала пыль, грязь и микробы, для которых сочная мякоть арбузов является идеальной средой для размножения. Любой вид товара должен иметь сертификат качества. Соответствующий документ должен быть и у приглянувшегося вам арбуза, поскольку в данном случае речь идет о здоровье и безопасности. Какое-либо смущение и стеснение неуместно. Вы имеете полное право потребовать у продавца сертификат качества, а он обязан вам его предъявить. Выбирая арбуз, внимательно осмотрите его со всех сторон, чтобы убедиться в целостности плода. Он должен быть без трещин, промятостей и прочих видимых изъянов, и уж тем более не подгнившим. У спелого полосатика корка должна быть твердой и блестящей, плохо поддающейся протыканию ногтем. Это связано с тем, что при созревании у плода пересыхает хвостик, прекращается поступление влаги и корка затвердевает. Если ноготь легко протыкает корку или при ее растирании ощущается запах свежескошенной травы, это указывает на незрелость плода. Чтобы выбрать правильный арбуз, непременно следует обратить внимание и на степень полосатости плода, который является не только важной частью арбузного имиджа, но и показателем его спелости. У каждого уважающего себя арбуза цвет полосатой корочки должен быть максимально контрастным. Созревая на поле, арбуз, как правило, отлеживает себе один из боков, на котором появляется светлое пятно. У спелого плода пятно должно быть насыщенного желтого или даже оранжевого цвета. Самый известный признак спелости – сухой хвостик. Созрев, правильный арбуз отключается от бахчи путем пересыхания хвостика. Однако следует учесть, что сухой хвостик может появиться и у давно сорванных, не спелых плодов, поэтому этот признак нужно учитывать лишь в комплексе со всеми остальными. Арбуз – ягода двуполая. У мальчиков низ плода, противоположная хвостику сторона, выпуклый, а у девочек плоский и на нем есть широкий кружок. Дело в том, что девочки считаются более вкусными. В них значительно меньше семечек, а сахара больше. Так что при покупке лучше выбирать арбузиху. У спелого арбуза звук должен быть не глухим, а звонким. Чтобы окончательно развеять все сомнения, приложите арбуз к уху и изо всех сил попробуйте сдавить его руками. У спелого плода кожура должна немного прогнуться и затрещать. Вот и все премудрости выбора правильного арбуза. Перед употреблением не забудьте тщательно вымыть плод под проточной водой. Разрезанный арбуз необходимо хранить только в холодильнике. Продолжение следует...